В апреле в одном из фитнес-клубов Москвы был убит известный вор в законе Олег Гейдаров. Киллер был задержан буквально по горячим следам. Им оказался Матлап Султанов, соотечественник законника. У себя в Азербайджане он уже был однажды судим, тоже за убийство. В тот раз его жертвой стала его родная сестра. Судя по организации самого преступления, оно было тщательно продумано. Более того, сам способ убийства, выстрел в затылок, наводит на мысль о кровной мести. В августе прошлого года в Стамбуле при таких же обстоятельствах был убит Надир Салифов, с которым Гейдаров конфликтовал. Под ним уже этим признаком признания Султанова, что он застрелил Алика Рыжего из-за ссоры с ним, выглядит сомнительным. Остается открытым вопрос, кто же заказал Гейдарова и сдаст ли своих заказчиков Султанов. Пока подозреваемый придерживается своих слов о личной неприязни. Среди вариантов потенциальных заказчиков преступления фигурируют три основные силы. Первая – это клан Салифова, управляет которым сейчас его брат Надир, поклявшийся, кстати, покарать его убийц. Вторая, как ни странно, российские силовики, для которых недавнее празднование Гейдаровым дня рождения с коленопреклонными спецназовцами могло показаться оскорбительным. И, наконец, третья – воровской мир в целом, не простивший ему сотрудничество с правоохранительными органами. По мнению экспертов, изучающих криминальную среду, наиболее вероятными заказчиками могут быть люди из-за крушения Салифова. В свое время Гейдаров поддерживал Равшана Ленкаранского, люто враждовавшего с Надиром. Именно Салифова подозревают в убийстве Равшана. Есть вероятность, что убийство Луту Гули в прошлом году было местью за Равшана, и Гейдаров мог быть в этом замешан. Соответственно, и его собственная смерть стала актом мести. Что касается силовиков, по мнению экспертов, слишком мала была вина Гейдарова, чтобы его можно было за это убивать. К тому же считалось, что законник сотрудничает с органами правопорядка. Не так давно он освободился по УДО, а в процессе отбывания заключения сотрудничал с администрацией. Он участвовал в проведении воспитательных мероприятий, выучился на портного и встал на путь исправления. За эти проступки большая часть воровского мира не считала Гейдарова воронзакония. Сам же Султанов сдавать своих заказчиков и признаваться в организованном преступлении не будет. Это не в его интересах, ведь тогда он получит срок больше, чем за простое убийство. К тому же, подставившись таким образом в российской тюрьме, он просто долго не протянет. Длинные руки его заказчиков дотянутся до него в любой момент. Скорее всего, как и в случае с убийством Лутугули, от убийцы Гейдарова мы кроме признания в личной неприязни к жертве, совсем ничего не услышим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!